В этом видеоуроке рассмотрим функции для работы с датой. Data в PHP это важная тема, так как для нее существует огромное количество различных функций. Для учета даты, для сравнения даты, для вывода дат. Короче, реально много функций существует. В принципе, мы сейчас их рассмотрим, некоторые из них. Первая самая главная функция это функция time. Функция time делает простую вещь. Сейчас обновим страничку в браузере и увидим. Она возвращает количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года. Так принято, что именно эта функция time берет отчет своих секунд с 1 января 1970 года. В этот день, получается, был основан Unix, то есть вышел в свет, как бы появился Unix. И разработчики PHP языка решили, что именно стоит time вести отчет именно от 1 января 1970 года. Ну, то есть time выводит количество секунд с вот этой даты. В том существует функция microtime. Microtime это функция, схожая с time, только единственное отличие в ней то, что microtime выводит не просто секунды, а там до тысячных, я не знаю, просто секунд. То есть, видите, вот у нас вот наши обычные секунды, а тут еще плюс супер микро, там до тысячных миллисекунд. И если вот, к примеру, задать здесь значение true, то у нас будет вот такая вот дата, получается, то есть секунды и плюс вот эти вот миллисекунды, там до тысячных, да, какой-то десятитысячный. Вот. Так, и в чем преимущество, вот, к примеру, microtime, сразу можно об этом сказать, что, к примеру, вот мы можем задать какую-то переменную. Start, к примеру. И здесь указать microtime true и все. То есть, мы в самом начале, мы, к примеру, в фунт в переменную Start записываем значение секунд на данный момент, и потом вот это в конце, после нашего скрипта, просто выводим, к примеру, сейчас, времени прошло, нет, вот так вот сейчас, время работы скрипта. И здесь мы просто выводим такую штуку, как microtime true минус старт. И закрываем это все, допишем еще секунд. Так, и давайте для начала обновим. Вот, то есть, для выполнения вот этой задачки, вот этого хода, который вот здесь вот находится, потребовалось 1, ну, 1,6 секунды в 10 в минус пятой степени. Вот так получается, короче. Вот. Ну, то есть, нереально быстро выполнился скрипт просто. Вот эта функция, в принципе, и самая часто ее использует, microtime, именно для вот подсчета времени на выполнение определенных какой-то скрипт. В нашем случае мы, ну, что у нас тут за скрипт, там, 2 строчки кода, да, он выполнился нереально быстро. Но, если проверять, там какой-то огромный кусок кода, то, в принципе, microtime там может занять несколько именно секунд прям. И, если это будет там реально много, к примеру, там, 2-3 секунды, ну, это вообще очень много для скрипта, то, конечно, стоит как-то его оптимизировать. Вот. Так, ну, и, в принципе, двигаемся дальше. Следующая ключевая функция в PHP по поводу даты, это функция date. Выглядит она следующим образом. Для начала просто тут поставлю BR, чтобы сразу отделить. Выглядит она вот таким вот образом. Пишем date, и в нем указываем, к примеру, год, месяц, день, да, не, сток, день. И указываем часы, минуты, минуты у нас вот так вот, и секунды. Вот. В принципе, вот эти вот все символы вам запоминать абсолютно не нужно. Давайте все по порядку сейчас объясню. Во-первых, вот что у нас вывелось. Получилась дата прям сегодняшняя. Вот 2015 год, 6-ое число, ой, 6-ое месяц, 25-ое число. И 19.52.16 секунд. Вот. В принципе, все вот эти символы вам запоминать не нужно. Вы можете просто вот так вот написать, к примеру, дата, php. И первая ссылка, в принципе, если это будет php.net, это отличный сайт, то здесь, в принципе, вот все идеально расписано. Какие буквы за что отвечают. Вот, к примеру, F – это полное наименование месяца, например, January или Merge. Да, тут, в принципе, вот все месяца, тут они не будут на русском, кстати. Это если вы захотите их переводить на русский, то потребуется массив. И вот как раз вот там, к примеру, какой-то replace сделать, в принципе, для массивов. Ну и так дальше. Но это другая тема, в общем-то. То есть, все вот эти буквы, они здесь указаны. И о них говорить в уроке бессмысленно, потому что, в принципе, ну, основные вот они, которые я вам назвал, да. То есть, y – это год, 4 числа при этом, видите. 4 цифры, извиняюсь. Потом, m – это months, месяц. d – это day, день. h – это hours, часы, да. i – это, я даже не знаю, как оно будет переводиться, но это минуты, в общем-то. и s – это seconds, это секунды, вот. Вот, то есть, ну, а все, что между ними, между этими буквами, в принципе, мы можем, что, ну, мы можем тут дописать, я даже не знаю, что мы тут, 1, 2, 3, 1, 2, 3. В принципе, оно отобразится, вот. Да, вот, оно просто отобразилось. То есть, все, что не является вот этими спецбуквами, оно в date просто отображается, как пробелы, вот эти всякие дефисы, там, двоеточие и так дальше. там, точку можем где-то здесь поставить, две точки, там, без разницы, но все просто будет отображаться, вот. Так. Кроме того, date принимает еще один параметр. К примеру, запишем что-то вот такое. Рандомные вообще числа ввел. И вот, что у нас выбилось. У нас выбилось 2001 год, 6 месяц, 12 день, 15.45, 24 секунды. Что это означает? Это я ввел количество секунд, прошедших с 1 января 70-го года. И именно, ну, и вот это количество секунд было именно вот в этот период, в 2001 году, вот в такое-то время. Если мы хотим узнать какую-то конкретную дату, к примеру, вот там, 7 декабря 2007 года, да, то нам потребуется одна такая функция. Давайте ее здесь выше напишем. К примеру, в переменную time мы запишем такую функцию. mktime. И здесь мы запишем просто дату. Для начала нам необходимо записать часы. К примеру, 12 часов, 35 секунд, 20... Ой, 35 минут, 23 секунды. Потом день нам надо записать. Не, стоп, потом нам надо месяц записать. Это получается у нас 12 месяц. Потом нам надо записать день. Это седьмое. И 2007 год. Вот. Теперь в качестве вот этого второго параметра мы можем передать просто time. Потому что mktime, оно вернет именно вот это количество секунд. И таким образом мы можем вот узнать, точнее просто вывести дату вот именно вот. Вот таким вот образом. Да, 2007 год, 12 месяц, 7 число. И вот время, 12, 35, 23. Вот. То есть вот так вот оно работает, в общем-то. Ну, да. Ну, какая еще существует функция? Существует еще функция getDate. Давайте это рейчик, ну, массивчик будет у нас. Она называется getDate. и все, что нам нужно сюда закинуть в качестве параметра, это вот это количество секунд с определенной какой-то даты, к примеру. Мы закинем ее вот как 2007 год, что мы создали. printr, да, 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 секунда, beer. Итак, вот. И getDate, оно возвращает нам все как бы в массиве. Вот, в общем-то, да, то есть секунды, 23, как мы видим, да, минуты, 35, дни и так дальше. То есть день, там, неделя вообще, месяц, год, там, день в году, ну, и так, короче, дальше, в общем-то. Полезная функция, но применяется, в общем-то, и нечасто, если честно. И последняя функция, это еще checkDate. CheckDate, ну, я даже ее писать, ну, не, напишу просто, как она выглядит. CheckDate. Что она делает? Она просто проверяет, существует ли такой год, существует ли такой день вообще. К примеру, второе, второй месяц, 28 число, 2012 год. Эчо. Выведем, да, и, конечно же, еще поставим тут beer. Вот так вот. То есть, да, вывелась единица, такой день у нас существует. И, ну, то есть, второе, 28 февраля 2019 года существует такой день. А вот 29, потому что 2019 у нас был же без 29, или с 29. Ну, в общем, и 29 существует, оказывается. В общем-то, checkDate, она просто проверяет, существует ли такой день, да. Например, если мы введем 3,4 какой-то, да, то у нас вернется false. Такой даты не существует. Вот. Так, ну, что еще можно сказать по поводу вот этих всех функций с датами? То есть, самое главное здесь функция, это вот этот time. Но также очень часто используется, это именно функция date. И вот эти все символы, да и вообще вот то, что я здесь писал в mk time, вот это все, в принципе, оно постоянно вылетает из башки, вот эти все, запомнить последовательность, да, запомнить все эти вот эти буквы, которые здесь записаны. И, в принципе, это, ну, не нужно запоминать, оно, то, что часто употребляется, оно действительно запомнится. Вот как здесь, год, месяц, день, там, и все такое. То, что редко употребляется, оно и помнить, наверное, его не стоит. Ну, а если все-таки оно вам понадобится, то я же говорю, просто пишите, вот как я здесь написал, data.php, в принципе, первая ссылка, это просто идеальный сайт, тут написано все буквально об этих, о дате в php. Да, либо вот, также еще тут где-то, вот, php.su, это отличный тоже сайт, в общем-то, все описывается, и вы можете его просто посмотреть. Вот, ну, а на этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!